Можно ли крестить новорожденного ребенка, когда он находится в реанимации? Очень часто спрашивают родители таких детей. Можно. Во-первых, это можно сделать, если пригласить священника. Если есть договоренность с кем-то из руководства больницы и священнослужителями, такое бывает, и знают, как что правильно делать, и разрешают приходить священнику, то иногда это действительно помогает. Я видел много таких случаев, когда врачи уже не надеялись, что ребеночек выживет, потому что у нас часто такое сейчас бывает, что ребенок раньше срока рождается, или приходится кесарево сечение делать по каким-то причинам. И ребенка крестили именно, чтобы успеть, потому что понимали, что ребеночек может умереть. Крестили, и слава богу, все налаживалось. Ребенок буквально на глазах укреплялся и потом приходил в нормальное состояние. Таких случаев я встречал достаточно много, поэтому действительно по искренней вере родителей это очень может помочь. Если нет возможности пригласить священника, то в принципе крестить может любой православный человек. Если речь идет о таком маленьком ребеночке, который только родился и уже находится в реанимации, то здесь допустимо, чтобы крещение, если не пустят священника, чтобы крещение совершил или врач, или медсестра, или там санитарка даже. Но кто-то из персонала, кто рядом находится, есть такой краткий чин крещения мирянами, который совершается, конечно, не так долго, как в церкви, все там гораздо короче, но крещение может быть совершено в таком случае. И с этого момента уже можно за ребенка будет подавать записки, можно будет за него молиться, ставить свечи, ну и родителям уже будет спокойнее, что даже если ребенок умрет, то за него можно будет молиться. Ну, как я сказал, много видел таких случаев, когда после крещения ребенок очень быстро укреплялся и становился здоровее. И потом уже все налаживалось. Поэтому нам всегда надо надеяться на лучшее и делать все, что в наших силах. И вот крещение, это один из таких способов действительно помочь ребенку и духовно интересно. Потому что при крещении человек рождается заново. При крещении, если мы почитаем с вами внимательно молитвы, то увидим, что там говорится о том, что человек умирает и рождается для новой жизни, для жизни с Богом, для жизни со Христом. Получает возможность войти в вечную жизнь.